Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня я решила сделать бутерброды. Это бутерброды со шпротами и бутерброды с красной рыбкой. Это у нас форель. Пахнет обалденно. Просто нарезала так аккуратно. В комментариях, кстати, советовали именно сначала замораживать рыбку, а потом нарезать. Я так и сделала, это было очень удобно. И у меня горячий шоколад. Обалденно. В последнее время задумываюсь купить себе кофемашинку. Нормальную, профессиональную. Здесь огурчик можно было просто сверху положить. А как я сделала? Я взяла блендер, измельчила, отваренные яйца, майонезик. Маринованный огурчик. А потом намазала. Я когда вчера снимала для вас видео, потом, когда я его уже монтировала, я поняла, что я вообще все не так рассказала. И не дорассказала самое главное. Когда я узнала, что дело не в хэштегах, и что партнерская программа, которая предлагает мне свои услуги, выдвинули неправильную версию. Я им написала. Написала, что вы же говорили дело в хэштегах, а оказывается это нет. И как вы думаете, что они мне ответили? Они написали, такого не может быть. Вы что-то путаете. Я им отправляю скрин. Как техподдержка YouTube написала мне, что дело в том, что я оставляю одну и ту же ссылку в инфобоксе по несколько раз, а это считается спамом. Поэтому компьютер автоматически посчитал меня спамером, и убрал у меня монетизацию, и решил заблокировать мой канал. А потом, когда сотрудники Google начали рассматривать это все, увидели, что человек просто тупой. Не то, что специально спамит, а просто тупой. Я отправляю скрин. И как вы думаете, что они отвечают? Такого не может быть. Вы что-то путаете. Как я что-то путаю? YouTube сам мне отвечает, что дело в этом. Вы что, лучше YouTube знаете, почему мне отключили монетизацию? А вот представим ситуацию. Мне YouTube не ответил, и я так и не узнала, в чем причина. Я беру под каждым видео, как и ставила, продолжаю ставить ссылку на свой инстаграм по 3-4 раза. Продолжаю спамить. Проходит 30 дней, и мой канал блокирует. Кто будет нести ответственность за то, что предоставил мне неправильную информацию? Там еще писали. Чинарин муж тоже мне помогал, если честно. Он вообще огромный молодец, и огромное спасибо ему. Но он тоже не знал причину, почему так произошло. Я считаю, что причину может знать сам YouTube. Поэтому читайте больше информации для авторов. Если у вас есть свой канал, YouTube постоянно отправляет письма. С изменением условий партнерской программы. У YouTube тоже есть партнерская программа, просто она бесплатная. То есть она напрямую к YouTube. А вы можете подключиться к какой-то медиа-сети, например, которая выступает посредником. Но у YouTube тоже есть своя партнерская программа, но она абсолютно бесплатная. Ну, в общем, когда YouTube отправляет вам мейлы, что что-то изменилось, читайте их. Например, огромный текст. Как мы с вами делаем? Я не знаю, как вы. Я очень часто просто пролистываю и ставлю галочку. Я принимаю ваши условия, хотя я не ознакомилась. Мне кажется, вот эти вот услуги все были актуальны в 2010 году, в 2013. Но сейчас, в 2021 году, когда люди сами разбираются во всем этом, есть возможность напрямую написать в YouTube. Даже есть онлайн-чат, как в WhatsApp вы переписываетесь. Такая рыбка. И хлебушек-багет вообще. Пушка. Это знаете, на что похоже? А вот у меня мама не умеет платить ни за коммунальные услуги, не умеет класть себе деньги на счет. И всегда говорит, у меня же есть ты. А я ей говорю, конечно, я с удовольствием все это буду делать, но ты должна сама тоже это уметь. В случае чего? Мало ли что со мной может произойти. Поэтому прежде всего надо не нарушать условия. Например, иногда может быть желтый доллар. Что такое желтый доллар? Это то есть большинство рекламодателей не хотят ставить рекламу на ваших видео. Ну, типа такие дорогие бренды и все дела. Кстати, знаете, что я заметила? Когда на моем канале стукнуло 200 тысяч подписчиков, у меня как-то резко выросла цена за рекламу. То есть просмотры те же самые, а платят мне больше. После именно 200 тысяч подписчиков, я не знаю, возможно, это совпадение, возможно, я что-то путаю. Но для меня было удивительно, когда у меня возникли проблемы, потому что у меня никогда в жизни не бывает желтого доллара. То есть мои видео идеально подходят рекламодателям. То есть та реклама, которая вылезает тут, там, здесь. Для меня было удивительно, что раз, и такое произошло. Обижаю красную рыбку. Это, кстати, копченая. Слабо соленая, копченая. Мне вчера мой брат сказал, что он уезжает по делам, связанным с работой. И именно на мою днюху. Но я хотела именно отметить с родственниками 11-го числа. Я спросила, когда ты приезжаешь. Он сказал, 16-го. Я подумала отметить 17-го, но потом я подумала, через пару дней потом прилетает папа. Можно с папой отметить, всем вместе. Поэтому мой день рождения перенесся. И хорошо, что я не договорилась ни с одним рестораном. То представьте, все это отменять. А иногда и предоплату платишь. Потом непонятно, сможешь ли ты забрать эту предоплату. Так что мой день рождения перенесся где-то на 24-е число. Давно я не отмечала день рождения со всей семьей. Папочка будет, мама, братик, все. Бутерброды, конечно, очень вкусные. Когда пандемия только началась, идешь, например, на день рождения куда-то. Запрещают снимать. Не снимайте, не выставляйте. Потому что нигде не соблюдается вот это расстояние. Правила все нарушаются. Поэтому не разрешали снимать. Это было жутко неудобно. Вообще, я не понимаю, когда в магазин это заходишь, тебе говорят, не снимайте. Это общественное место. Почему я не могу здесь снять что-то, например. Или в ресторане сидишь. Не снимайте. Хочу и снимаю. Я же не тебя снимаю, я себя снимаю. Давайте еще один бутербродик с хомячем. Я в детстве обожала шпроты. И даже сейчас мне шпроты напоминают именно Новый год. Салатики, бутербродики. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.